Кремль доволен результатами псевдореферендумов и якобы не ожидал такой высокой явки. Промосковские политологи ликуют, подчеркивая, смелость миллионов людей и их любовь к России в украинских областях оказалась намного выше, чем думали в администрации Путина. Явка действительно высокая, до 98%. В то же время есть множество доказательств, что эти цифры сильно преувеличены. В этом видео разбираемся, сколько человек действительно приняли участие в фейковых голосованиях и насколько соответствуют действительности данные о результатах. Херсонская область оказалась самой недисциплинированной. Здесь, по утверждениям оккупационных властей, явка составила всего 77%. В соцсетях херсонцы без стеснения рассказывают, как с одним паспортом голосовали по 7 раз. Сегодня в Херсоне проголосовал 7 раз, с одним паспортом на 7 разных участках. Один голос мой и 6 забывших друзей моих бандеровцев, которые уехали из Херсона. Для сравнения, в 2020 году право голоса в Херсонской области имели 805 тысяч жителей. За Россию сейчас якобы проголосовало 571 тысячи или 87%. То есть, судьбу Херсонщины определили 55% от общего количества тех, кто имеет право голоса. Но и это, конечно же, не точно. Например, вот это официальные кадры подсчета голосов, которые показывали российские СМИ. Здесь указано, что обработано 12% протоколов, и это 664 голоса. Если подсчитать общее число избирателей, исходя из этих данных, то 100% – это 5533 человека. То есть, меньше процента от числа херсонцев, у которых 2 года назад было право голоса. В Запорожской области по состоянию на 2020 год право голоса имели 1 миллион 300 тысяч человек. Если отнять территорию, которая под контроль на Украине, то на оккупированной части остается около 750 тысяч человек. Из этой цифры нужно вычесть примерно треть выехавших и около 20% несовершеннолетних. Остается около 4 тысяч тех, кто может голосовать. В то же время, по данным оккупационной администрации, в псевдореферендуме приняли участие 541 тысяча или 85% жителей. За высказались 93%. Больше всего сторонников России якобы в Мелитополе, Энергодаре и Бердянске. Если верить в эти данные, то выходит, что из региона никто не выехал. Хотя только по данным мэра Мелитополя в городе осталось примерно половина жителей, из которых проголосовали только 20%. Из этих 60 тысяч населения, которое осталось, только 20% вообще расистов смогли найти. Потому что они ловят наших жителей на рынке, на улице, просто заходят в дом без спроса и так далее. И только из этих 20%, которые им удалось найти, меньше, чем 10% погодятся проголосовать «за». Что до группировок ЛДНР, то здесь результат для Кремля вообще фееричен. В части Донецкой области явка составила 97,5%, за высказались 99%. На Луганщине, соответственно, 94% и 98%. В то же время есть странность, которая сразу бросается в глаза. По данным так называемого Центризбиркома, в Донецкой области проголосовали 2 миллиона 100 тысяч человек. То есть, судя по официальной статистике, почти все, кто проживает в псевдореспублике, включая несовершеннолетних. По состоянию, на 1 марта 2022 года численность населения группировки ДНР составляла 2 миллиона 200 тысяч человек. Да, в этом году были оккупированы Волноваха и Мариуполь. Но в этих городах, как и в других, псевдореферендум ажиотажа не вызвал. По данным советника законного мэра Мариуполя Петра Андрющенко, даже если бы все горожане пришли голосовать, это количество составило бы меньше половины от цифры, о которой говорят оккупационные власти. Как в Мариуполе рисовали высокую явку. Вот, например, голосует российская гражданка. Таких в Мариуполе, по информации Андрющенко, от 15 до 20 тысяч. Мы, безусловно, не могли остаться в стороне и обеспечили, возможно, всем работникам в течение рабочего дня отличься от рабочих дел и прийти на участок и проголосовать. Последние законные выборы до оккупации Луганщины прошли здесь в 2012 году. Тогда в списки избирателей были включены 1 миллион 830 тысяч человек. Сейчас группировка ЛНР отчиталась, что проголосовали 1 миллион 660 тысяч человек, что опять-таки противоречит официальной статистике. Согласно ей, население псевдореспублики составляет 1 миллион 400 тысяч человек, то есть на так называемом референдуме проголосовали больше людей, чем живет на этой территории. Опять-таки, можно сослаться на то, что в этом году добавился Лисичанск и Северодонецк, но это вряд ли будут значительные цифры. И 1 миллион 660 тысяч человек, о которых говорят оккупанты, это явка в 94%. То есть, по данным группировки ЛНР, общее число людей в оккупации составляет около 1 миллиона 800 тысяч. У организаторов референдума получается, что население за эти годы уменьшилось всего на 60 тысяч человек. В эти 60 тысяч разницы входят не только умершие, но и сотни тысяч переселенцев в пределах Украины. Только в течение весны-лето 2022 года официально зарегистрированных более 320 тысяч перемещенных лиц. Десятки тысяч луганчан уехали в страны Европы. В эти 60 тысяч разницы вошли погибшие и искалеченные, которых Россия принудительно мобилизировала во время вторжения. Это данные главы Луганской областной военной администрации Сергея Гайдая. И доверие им больше, чем статистики группировок ЛДНР, учитывая, что в некоторых городах на псевдореферендуме голосовали от имени умерших родственников и считали пустые бюллетени. Тем не менее, ни оккупационные власти, ни Кремль не берут во внимание такие незначительные нюансы. А группировка ДНР вообще заявила, что на мнение Запада им плевать.